Книга «Открытым оком», 2-й том, вопрос 70-й. Сегодня много пишут среди православных, что принятие ИННН – это чуть ли не знак Антихриста, знак Три Шестерки. Иерархи православной церкви утверждают, что это не печать Антихриста, а цифры Три Шестерки там нет. Как в действительности обстоит дело? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно всегда ответ искать в Библии и познавать истину на земле. В данном случае, кроме Библии, необходимо точнее разобраться, для чего же нужен ИННН. Данная публикация разошлась по всей России и дает надежду, что еще какое-то время можно устоять всем против ИННН. Но чуть позднее льготы на неприятие ИННН отпадут и начнется выявление сильных. Суд против Антихриста. На судебном заседании было установлено, что в ИННН содержится число Дьявола Три Шестерки. Федеральный суд впервые официально признал, что штрих-код каждого идентификационного номера налогоплательщика содержит три шестерки. Знак, который по Библии является печатью Антихриста. Процесс, состоящийся в городе Приозерске Ленинградской области, стал сенсацией. Верующие назвали его судом против дьявола. Они молились, чтобы Господь помог восторжествовать правде. И 30 христиан подали иски против Министерства по налогам и сборам и выиграли суд. Судья Виктор Шелудяков вынес решение, в котором признал право православных граждан стоять на налоговом учете без идентификационного номера налогоплательщика по религиозным мотивам. В ходе процесса в Приозерске выяснились скандальные факты. Оказалось, что должностные лица Министерства по налогам и сборам уже 4 года обманывают иерархов Русской Православной Церкви, утверждая, что в ИНН нет трех шестерок, что ИНН не подменяет имя человека. Назначенная судом научная экспертиза доказала, что ИНН полностью соответствует описанию данного Иоанна Богословом в Апокалипсисе. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабым положено будет начертание на правую руку и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число их. И это число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочтись число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение, 13 глава, 16 по 18 стих. Председатель городского суда, 55-летний Виктор Шелудяков, выглядит крайне усталым. В прошлом полярный летчик, он сравнивает этот процесс с долгим полетом в тумане. К истине суду пришлось пробиваться целый год. И сам, простым жителям Приозерска, людям без чинов, денег и связей противостояла целая система. Мощные ведомства, формирующие бюджет государства. Министерство по налогам и сборам. Структура, которая стремится контролировать все и вся. Но в Приозерске налоговое косла нашла на камень. Впервые в России, по сути, подписан смертный приговор ИНН. Судья Шелудяков обязал налоговиков признать выданные ответчиком идентификационные номера недействительными. «Я судил по закону и по совести», – прокомментировал нам решение суда Виктора Васильевича. Исходя из приоритета конституционных прав, а не под законов актов. Судья подошел к делу профессионально. Он послал запрос в министерство. По налогам и сборам и затребовал документацию по ИНН. Представьте, что почувствовали столичные налоговые чиновники. Провинциальный судья из какого-то заштатного Приозерска посмел сунуть нос в самое сокровенное детище их ведомства. И не просто в справку об ИНН, на основании которой принимал свое решение о благожелательном отношении Русской Православной Церкви к этому налоговому новшеству Священный Синод. Судья Шилдяков потребовал технологическую документацию по ИНН. Он воспользовался своим законным правом, ведь все судьи, независимо от места, где они работают, в Москве, Петербурге, Приозерске и любой другой точки России, имеют федеральный статус и равные права. В том числе право запрашивать нужные документы по исследованному делу в любых ведомствах. Папка из Министерства по налогам и сборам пришла в Приозерск только прошлой осенью, с номерным грифом на фирменной обложке. 400 листов, на которых детально описана технология применения ИНН. В качестве эксперта был приглашен заведующий лабораторией Центра энергоинформационных технологий при Государственном институте точной механики и оптики Алексей Платов. Кандидат технических наук, признанный специалист в этой области, он изучил документацию по ИНН и схватился за голову. Представители Министерства по налогам и сборам целенаправленно дезинформировали сетейшего патриарха о том, что в ИНН нет числа три шестерки. В используемой налоговиками системе кодировки ЯНУПК идентификационный номер, записанный в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из трех шестерок. Без этих трех шестерных штрихов, которые разделяют группы знаков в виде черных линий и пробелов, информацию просто не считается. Откуда взялась Россия за систему? Разработали стандарт ВИАН в Америке, в середине 90-х приняли его и в России. Были и другие варианты, бесшестерочные, но наши чиновники выбрали именно этот. Документ. В избежание обвинений в предвзятости приводим его полностью. Краткие результаты экспертизы по иску о признании права стоять на учете в налоговом органе без использования ИНН. Вопрос 1. Возможно ли учет налогоплательщиков без использования ИНН? Ответ. Учет налогоплательщиков без использования ИНН возможен. Вопрос 2. Презусмотрен ли в системе стандартный бланк свидетельства о постановке на учет, не содержащий ИНН? Ответ. Не содержащего ИНН стандартного бланка свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, равное и свидетельство об учете в налоговом органе, не предусмотрено. Вопрос 2. 4. ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? ИНН присваивается всем гражданам России, а не только налогоплательщикам? Вопрос 5. Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета персональные данные человека, включая фамилии и имя отчества? Ответ. ИНН может заменить все персональные данные человека? Ответ можно сформулировать по-другому. ИНН для системы является именем человека. Вопрос 6. Для чего предназначен ИНН в системе учета? Назначение ИНН – безошибочное определение системы конкретного налогоплательщика. Вопрос 7. Проведите анализ бланков деклараций о доходах в 1997 и за 2001 год на предмет автоматического ввода информации и автоматической идентификации. Ответы. На бланках деклараций за 1997 год в нижнем правом углу расположен штрих-код по системе B-N13. Бланки деклараций за 1997 год и за 2001 предназначены для автоматического ввода данных. Для действительно надежного автоматического ввода данных и идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода. Вопрос 8. Соответствует ли ИНН требованием стандарта автоматической идентификации EH? Ответ. ИНН полностью соответствует требованием стандарта автоматической идентификации EH. Вопрос 9. Торжественен ли ИНН и идентификационному номеру в стандарте EH? Ответ. Невозможно отрицать торжественность ИНН и идентификационного номера в стандарте EH. Вопрос 10. Содержит ли штриховой код EH в сочетании 3 шестерки? Ответ. Идентификационный номер, записанный по системе EH, дробь УПК, в виде штрих-кода, содержит ключевую последовательность из трех шестерок. Вопрос 11. Какие способы записи и идентификационного номера предусматривает система EH? Ответ. По стандартам EH, идентификационный номер, помимо штрихового текстово-электронного способа записи, предполагает радиочастотный вариант, отличающийся тем, что номер можно нанести на руку и лоб человеку. Общий вывод по результатам экспертизы. ИННН в системе учета является именем человека, данным ему системой. Представляет собой число, которое может быть нанесено на лоб и правую руку человека, имеет штриховую форму и очертания, при считывании которой используется ключевая последовательность 6666. Эксперт-кандидат технических наук, заведующий лабораторией ЦОИД ГИТМО Платов АП. Суд. Исследовав все документы дела и ознакомившись с результатами экспертизы, заслушав мнение сторон, федеральный судья Виктор Шелудяков принял решение признать правообратившихся с иском граждан состоять на учете в органах налоговой инспекции без ННН. Поле того, именем Российской Федерации суд обязал налоговую инспекцию признать недействительным ННН тех истцов, которые ранее получили индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика и обезличить выданные им ННН. ИСЦЫ. Вначале их было 16. Трое впоследствии забрали свои иски. Почему, понятно из рассказа Людмилы Маркеловой. Одно из 13 истцов, 12 женщин и одного мужчину, прошедших суд до конца. ИНН заставили получить на работе. Сказали, что без него уволят. Потом поняла, что кроется за этим номером. Это отречение от своего имени, от ангела-хранителя от Христа. Не хочу зайти за Иудой. Людмила Николаевне 47 лет. Работает продавцом. Имеет двух дочерей и сына. Как и другие 12 истцов, она прихожанка церкви всех святых Приозерского подворья Валаамского монастыря. Говорит она. Когда выиграли суд, то плакали от радости, рассказывает Людмила. Правда на нашей стороне. Отец Виктор, священник церкви всех святых, радуется выигранному в суде делу вместе со своими прихожанами. Мы все молились, чтобы Господь вразумил судей. Принесли в храм копию Оренбургской иконы Спасителя. Той, что кровоточит. Она за последний год вся залилась кровью. Неспроста все это. Конечно, мы рады, что победили в суде. Это важно не только для нас, для всех людей. Верю, что вся Россия пойдет за нами, говорит Людмила. Молитву Господу мы начинаем со слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крестимся мы все во имя Господня, а в ИНН вместо данного при крещении имени каждому из нас присваивается код, в котором есть число зверя, три шестерки. Мы хотим, чтобы Россия шла за Господом, а не за Антихристом. Все это я прочитал из газеты Умголи Тельнов, автор «Жизнь», Санкт-Петербург, маркер экспресс, номер 14, 284, 3 апреля 2002 года, страница 22, Барнаул. И вот последняя ласточка. Лапкину Игнатию Тихоновичу, проживающему по адресу Барнаул, 62-16, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, инспекция по центральному району города Барнаула, Алтайского края. Тут индекс 6556043, город Барнаул, улица Олонская, 21, телефон их. Уважаемый Игнатий Лапкин Игнатий Тихонович, инспекция МНС РФ поясняет, что присвоение идентификационного номера налогоплательщика является действием, которое регулируется законодательством о налогах и сборах, а не нормами гражданского и семейного законодательства. Идентификационный номер, применяющийся исключительно в целях проведения налогового учета, не может отождествляться с именем человека. Документы о присвоении ИНН не содержат стрих-кода вообще. Идентификационный номер это не голые числа, а фамилия гражданина или название предприятия. Но в электронном виде. Компьютерная техника в сотни раз убустряет обработку необходимой информации. При постановке на налоговый учет гражданам выдаются свидетельства на бланке строгой отчетности поединенной для всей России форме, которая содержит идентификационный номер, необходимый для обозначения сведений, используемых при налоговом контроле. Инспекция МНС РФ по центральному району города Барнаула проводит эту работу в соответствии с законодательством Российской Федерации. И это продиктовано необходимостью усовершенствования процедуры сбора налогов. От наполняемости казны государство напрямую заведет благосостояние его граждан. Зам.руководителя инспекции МНС РФ по центральному району города Барнаула Трухина И.Т. Использовала Исп.Рапушева 2383-58 Телефон. Это письмо пришло в конверте с изображением архиепископа Луки Война Ясенецкого, на груди которого был наклеен штрих-код с цифрами 656-043-25-17-57-63. Субтитры создавал DimaTorzok